Здравствуйте! В эфире программа «Блогеры 2.0». В сети в геометрической прогрессии растет количество постов с хэштегом «Мы за безопасный город». Одноименная акция получила начало в Астане и уже стала кредо для активных казахстанцев. Что стало причиной не только массовых проверок неравнодушными соотечественниками торгово-развлекательных центров в их городах, но и уменьшением числа посетителей в алма-атинских кинотеатрах. Фейсбукчане уже, например, пишут, что постараются сократить количество вылазок в ТРЦ и уж точно не отпустят своих детей и близких туда одних. Теперь никаких кинотеатров и шоппингов. Тем более в Росе. Вообще. Ребята, мы меняем ситуацию с пожарной безопасностью, и это очень круто. В кинотеатрах и торговых центрах говорят о снижении посещаемости. Народ реагирует на кемеровские события ногами. Поэтому адекватный бизнес сейчас и к проверкам готовится, и работает над репутацией. Все арендаторы только и говорят о пожарной безопасности, изменении, тьма. Открыли все двери. На всех основных и служебных выходах. Даже те, которые отказались открыть в феврале при обходе. Ю-Виженсы составляют списки наиболее беспокоящих их ТРЦ и бизнес-центров страны. Ведь в вопросе безопасности жизни людей, как сказали блогеры, без стеснения все средства хороши. На что обратили внимание комментаторы таких постов, что авторы часто рассуждают на тему неработающих лифтов. А ведь в период ЧАЭС ими категорически не рекомендуется пользоваться. С точки зрения норм безопасности, лифты и экскалаторы не являются путем эвакуации. Лифты при пожарной тревоге обязаны спуститься вниз и стоять с открытыми дверьми. Вся эвакуация происходит только через лестницы с подпором воздуха, чтобы огонь и дым не проникали на лестничную площадку. При включении пожарной тревоги все магнитные замки обесточиваются. И все эвакуационные двери имеют антипанику. При панике даже ручку нащупывать не нужно. Достаточно просто толкнуть дверь телом. Все лестницы имеют выход непосредственно на улицу, и большая часть лестниц имеют оконные проемы с открыванием. До ближайшей лестницы из любого конца здания эвакуируемый должен бежать не более 60 метров. В своей статье автор не указывается эти моменты в силу неосведомленности о них. Но все же перед написанием любой статьи о чем-то нужно изучить предмет, чтобы не получить статью ни о чем. Этот прозрачный указатель работает на своих батарейках. В случае отключения электричества при пожаре и в дымном тумане он будет виден. Так что это не бесполезный указатель, а эффективный. А простые таблички, которые даже не светятся, вы не увидите. Есть еще таблички и планы с фосфорным покрытием. С точки зрения торговли важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы пока ты не прошел весь этаж, выйти было нельзя. Там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания. Там сталкиваются три разных протокола. Противопожарные требуют максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Но протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входы и выходы просто не могут не закрывать. Их закрывают везде. Тем временем прописант Ювижена Дана Джерелгапова празднует победу онлайн над офлайн. Валютные ипотечные займы, о которых автор писала без малого три года, и лично продвигала значимость их рефинансирования. Двум председателям Нацбанка все же включены в новую программу финансового регулятора. Для меня это был своего рода челлендж. Можно ли не то, что добрым словом и пистолетом, а экспертным мнением и без митингов повернуть бюрократическую машину? Теперь я буду отслеживать практическую реализацию программы. Не переключайтесь. Оставайтесь со мной и запасайтесь попкорном. Действительно круто. Можно сказать, повернули вспять мельницы. Свернули горы. Мое уважение. Арматуру бы делать из таких людей. Конечно, важную роль в решении вопроса сыграло и то, что в этом году Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. В любом случае, лед тронулся, и обладатели валютных кредитов могут собирать документы для подачи заявок на финансирование. Что ж, по программе остается еще немало вопросов, как у блогеров, так и у самих заемщиков, и автор обещает не оставаться в стороне, так что всех следящих за событиями в этом сегменте приглашаем на страницу авторов сети. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете. До встречи в Казахстане.